Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Через что открывается у нас... Смог открывается через Гоблин Кейв, что, собственно, обычно через Барак обычно открывается Хамуль. Продолжение следует... Так, надо бы два. Ну ладно, побежал Строитель, видимо, будет попытка Чиза, но это обязательно, если ты Гоблин, должен Чизануть. Если ты не пытаешься Чизануть, ты не Гоблин, друг. Тралмастер пошел. Видимо, будет второй Барак, судя по тому, как стоит Строитель. Так, ставится второй Барак, да, уже заложен. Хорошо, Минка где будет? Ты бы далеко, мой друг, не убегал, а то уже было, когда поставили, понимаешь, Минку прям под удар. Было весело и смешно. Гуддабанцы, да, гуддабанцы побежали. Второй Барак-то будет? Нет? Так тут стоишь, для красоты. Второй Барак в итоге заложен вообще в другом месте. Холс оф Кингсмен. Королевские люди. Королевские люди. Королевские дышат, королевские ходят, королевские жрут. Ну и зарплату, конечно, хотят королевскую. Фигля. Столкновение Гоблинов и Гуддабанов. Мы разошлись, как в море корабли. Эй! Не знаю, как это по-другому описать, они реально разошлись. Вот прям в упор. Еще одни гуддабанцы пойдут встречать Гоблинов. Еще один Трайлмастер. Второй Барак. Здесь еще одни Гоблины. Третий Барак уже поставлен. Три Барака. Стандарт от Смоука. Абсолютно хороший такой качественный стандарт. Гуддабанцы прибегают на базу Гоблина. Гоблины тут убегают от гуддабанцев на базе Ангамара. Да, яд включен. Гуддабанцам здесь ловить, в общем-то, нечего, на самом деле. Зря они так заложены. Минка, наконец, идут налево гуддабанцы Ангамара. Проверить, что там куда. Тут Гоблинов ловить нечего. А тут она... Ну, кстати, можно... Нет, по-моему, не заберут. Не заберут они. Не успеют они Минку забрать. Да, скорее всего. Или успеют. Гоблины стали кривоватенько. Нет. Они убили Трайлмастера. Весь отряд рухнул. Тут Гоблинцы Смоука удирают. Дух немножко пожрет. Фигли, вы здесь пришли. Это моя ямка. Я ее тут, понимаешь, пасу. Выход с бафом на Орду... Неудачный. Ну, полтинник отлично кидается практически на всех орков. Ну, на всех Гоблинов. Плюс ко всему, баф Орды довольно многое делает. Так. Ну, правда, часть времени потратится на убийство вот этого отряда. Еще отряды гундабанцев бегут зачищать через север. Здесь строящие Гоблинов, неудачная для Гундабана. Переходят с бонуса Морды Гоблины вперед в атаку. Вперед в атаку, наверное, переходят. Нет. Вот, пожалуйста, вот это быстрая реакция. Вот, посмотрите, как ребята играют. Мои дорогие. Трипл-барак от Ангмара. Чисто в Гобшу ребята играют. Вот, чисто в Гобшу. Что тот, что другой. Вбегание в базу массы Гоблинов. Немножко отсекается. Здесь в стену спасается строитель. Призываются еще Гундабанцы на севере. Выходит еще дофига Гоблинов. Сверху добивание Минки будет. Тут встреча с орками. Орки Гундабанцы бегают за отрядами Гоблинов. Минус Минка будет, будет. Здесь минус, минус Орки будут, будут. Там, наверху, там, наверху. Расположенные сиськи. Эй, эй, эй. В смысле, не да. Я не об этом. Офисура ставится. Так, минус, таки, минку сделали. Хороший заход. Посмотрим, что у нас по экономике и по ситуации. 400, два пауэрса, 50%. Ага, лимиты понятны. Здесь 350, потрачено тоже все, что могло быть потрачено. И 300, то есть экономику Ангмара чуть хуже. И Гоблинов тут чуть больше, чем хотелось бы. Гоблины просто в наглую тут бегают. Но тут орков довольно много. Гоблины тут долго не проживут. Переход в наступление еще трех отрядов. Неужели здесь... А что это не через минку кинуло? Мог бы через минку кинуть, но не стал этого делать почему-то. Не понял, почему пешком пошли эти три отряда. Ну ладно. Еще ставятся первые атакующие тролли. Боевые тролли. Тут все еще орки под полтинником. Боевые тролли пошли. Минус минка сделана. Дотекание трех этих отрядов ни черта сейчас не даст. По сути, у Гоблина не так уж много добился. О, пардон. Подзаболел я все-таки, ребят. Как пили товарищи Битлз. Может быть Битлз это Гоблины? Или Гоблины? Битники. Не знаю. Гоблины, Битники звучит, кстати, неплохо. По крайней мере, забавно. Я думал, Маккарт не удивился бы. Узнав, что его слушают Гоблины. Так. Ну тут минус минка, к сожалению, не получится. Слишком криво встал. Смог пытается воевать. Нет, здесь, конечно же, Хамуль отбивается. Разбегаются тут Гоблины во все стороны. И орки опять заходят через север. Отряды пытаются понять. Да, отряды уходят в минки вместе с троллями. Еще один тролль. Не хватает лимита Гоблину. 340. Хорошего бегания. Просто вот в хлам. 340 на 400 против 320 на 400. Ситуация практически идентичная. Но у Гоблина есть тролли. По крайней мере, один отряд полутроллей. Закладывается еще минка. Хороший. Да, что-то они прибежали не очень. Здесь Гоблины проигрывают по оркам. Здесь суровая драка. Довольно суровая. Средней суровости. Хороший весер. Что-то упали, подумали, встали. Не могли никак придумать. Опять выходят полутролли. Забирают минус. Да, минус троллмастер. Сразу падает отряды. Вверх уходят. Ну, по сути, 4. На самом деле, 3 по сумме отряда орков. Гундабанда. Гундабанда. Гундабандские орки. Гундабанд, Гундабанд, Гундабанд. Минус мелкие. Забегание в лоб. Тут встреча на Эльбе. Уже 2 отряда полутроллей. Надо строить либо Руадур, либо не знаю. Потому что, по сути, чем дольше время проходит, тем больше угодно шансов втащить. В данной именно ситуации. Надо перестраиваться уже потихонечку. Гундабанцы против тяжелых полутроллей просто не сдюжат. При всем моем уважении. Уважение. Вот этот глюк меня просто выносит. Серьезно. То вот как я должен ориентироваться. Так. Драка здесь. По центру. Хорошая раздача. Смотрим. Мышек взял у нас гоблин дополнительно. Пока не юзает. Полтинник у него свободный. Ветер уже потратил. Полтинник есть у Ангмара. 30-60, 30-75. 30-34, 30-75. Ангмар впереди по экономике. Отличная ситуация для Ангмара. Опять забегание спину. Там забирает. Здесь ставит минку. Здесь драка. Под полтинником висят гундабанцы. Ой-ой-ой. Да. Очень-очень активная игра. Очень активная игра. Выход вперед. Еще четырех отрядов орков. Тут какие-то левые гоблины куда-то пытаются драпануть. Вперед выходит полутролли для того, чтобы втащить и не отпустить. Ура в атаку. Так. Ты-ты-ты-ты-ты-тыщ. Бежали. Разбор шатания. Забираем. Ну да, здесь хорошая минка ставится. Пытается. Пытается. Смог окружить своего оппонента кучей минок. Но у него пока не очень хорошо получается. То есть орки стабильно их выносят. На севере забыт отряд гоблинов. Бывает. Минка восстанавливается взамен погибшей. Еще отряды. Вот полутроллями будет уже не так легко воевать. Здесь уходят. Да, минус минок опять будет. Здесь минус минки не будет. Или будет. Гоблины забыты. На кулдау... Просто, просто по кулдауну заказываются гоблины. Плацинник повешен. Атака прошла. Мышки вешаются против черных номинорцев. Отлично. То есть черный номинор все-таки вышел. Только с одного барака в черный номинор вышел. Да, черный номинор это сурово. Ну вот даже подмышками они довольно прочно стоят. Но тут, правда, два отряда полутроллей, поэтому... Будет печальненько. Вы знаете, по-моему, смок передавливает в итоге. Черные номинорцы красавцы, но они просто не стюжат в таком количестве. Да. Все. 1-0. Победа смока. Не могу сказать, что суперуверенная, но очень хорошая. Очень красивая, очень плотная игра. 1-0. Продолжаем смотреть. Вторая карта Вестфольд. И мы погнали. Смок красавчик. И хамуль красавчик. То есть просто очень красивая сейчас была игра, но хамуль чуть-чуть не успел вовремя перестроиться. Потому что когда он увидел полутроллей, надо было сразу бросаться на что-то другое. Потому что понятно было, что потихоньку полутроллей накопятся. Это карта Вестфольд. По центру у нас, видите, такая красивая. На слева сверху у нас желтого цвета гном Смок. Справа снизу зеленый эльф. Хамуль. И сразу открытие через ранний барак от хамуля. Ну, я бы сказал, что ситуация не самая... Ну, такое, слушайте, на самом деле. Потому что ранний барак от эльфа против гнома... Я имею ввиду, что гнома будет бобо. Холл оф ворер ставится гномом Смоком. Мне кажется, что гном против эльфа это очень тяжелый матчап. Играть за гномом против эльфа. Очень тяжелый. Эльф тупо вкачается и все. Голлум. Давай, подставь все под башню, что там. Серьезно? Ладно. Так. Харасная минка. Ну, или почти харасная минка. Слава богу, варги ее не видят. Так. Строитель пошел строить или парить? Непонятно. Может быть, какой-то барак дополнительный. Первые мечи пошли. Здесь первые топористы на серединочке. Ну, не то, чтобы она сильно харасная, если будем откровенными. Это так. Минка быстрого реагирования. Потому что до эльфа тут еще перейти-перейти. Тем не менее, через центр выходит эльф. Карта в отношении харасов великолепная. Вот для конницы, наверное, здесь тяжеловато. Потому что тут довольно много лаеров. То есть, надо еще зачищать лаеры. Но при этом довольно много всяких левых проходов, узких мест. Вообще, для эльфа карта просто великолепная. Потому что тут лесов как грязи. Просто как грязи. Выходят первые луки, насколько я вижу. Или не вижу. Да, луки вышли. Мечи добежали. Посмотрели. Увидели топоров. Вторые топоры заказаны уже. Думаю, да ну нафиг. Заложено вот это. Вот это уже харасная минка. Но она наглая. Она прямо около дерева. Это немножко чуть больше наглость, чем ты мог бы себе позволить, если так думаться. Танцы вокруг минок. Второй отряд заходит сразу в минку. И что? Непонятно. Строитель ушел. Выходят топористы. Начинается небольшой обижалово. Здесь тоже в минках стоит. Слушайте, смог красавчик. Вопросов нет. Хамуля обкладывает просто со всех сторон. Минус дерево. Да, продается дерево. Топористы уходят. Мечники бегут дальше. Так, в минку заходят. Сколько у нас в итоге в минке? Два топориста. Три топориста сейчас будет. Это уже сурово. Копья сделаны. Да, три топориста. Нет, уже они откуда-куда-куда вышли. Откуда они вышли? Они вышли с севера. Занятие башни. Занимается башней эльфом. Ставится статуя. Так. Ооо, воркс. Сижворкс, окей. Точнее, это не сижворкс, а форжворкс. Сижворкс кто-то других. Вот, хорошее столкновение под полтинником. Посмотрим, кстати, вот полтинник потрачен. У эльфа потравили, полтинник не потрачен. И это 240 на 400 против 175 на 366. Ну, минус пара деревьев, в принципе. Красиво сражается смок. Минус дерево, минус дерево. Дорогая. Очень тяжелая потеря у эльфа, на самом деле. Но, правда, гноутская армия, скорее всего, здесь отсюда не уйдет. С другой стороны, это минус экономика эльфа по печке целиком. 200 на 450 против 187 на 260. Суров, суров. Полтинник эльфа, конечно, здесь уже не помогает. Ну, без молоточков барак ты не снесешь, дорогой друг. Не в такой ситуации, не в такой позиции. Попытка зайти сюда ни к чему не привела. Не понял. Терешка построилась или нет? А-а-а! Походу, была та же самая ситуация. То есть, терешка слилась. Копки успели добежать к выходу терешки. Убили терешку просто на выходе. Да, это неприятно. Мягко сказать. Хорошее пробегание здесь. Эльф таки разогреб немножко. Да, барак так и не убили. Ну, собственно, там было нечем убить. Да, неплохо. Мы видели уже такую ситуацию. Ну, может быть, раз или два. Когда из воркса выходит тележка, ее ловят на копьях сразу. Ну, так это должно многое совпасть. Сойтись звезды, планеты. Но когда совпадает, выглядит очень эпично, конечно. Смог 300 на 550. У него все хорошо в целом. 240. 240 на 360 у эльфа. У него все плохо в целом. Но у эльфа, правда, есть определенный лимит, который бегает по карте и пытается что-то там сотворить такое интересненькое. Ну, кстати, не надо выкидывать все отряды. С копьями один отряд справится вдруг. А, нет, вот она, тележка. Так, я что-то не понял. Это новая или та же самая? Я почему-то подумал, что она слилась. Или это другая? Неважно. Да черт с ним. Минус минка. Телега уходит вперед. Вот видите, я... Потому что я пропустил, как вышла телега, и увидел только, как двери закрываются. И в итоге я пропустил, где она. А поскольку цвет у гнома желтый, я еще ничего не увидел. Минка прекрасная совершенно, которую почему-то эльф пропустил. И вся армия гнома сейчас будет атаковать. Пошли в пуш. Хорошо. Очень хорошо. Слушайте, походу это... Да, это сурово. Минус барак. Смук показывает нам, как надо играть. Но как эльф пропустил вот эту угловую минку, я вообще не понимаю. Видимо, совсем увлекся лечения. Устанавливается барак наверху. Минус башня. О, минус статуя. Телегка все еще жива. Можно влетать, на самом деле. Там еще копий-то не очень много осталось. Да, ГГ. 2-0. 2-0. Уверенный, мощный. 2-0. Гном против эльфа. Слушайте, ну... Прям нет слов. Это 2-0. Но было 5, поэтому нас ждет как минимум еще одна игра. Я надеюсь, что Хамуль таки камбэчнет. Я очень на это надеюсь. Потому что в целом... В целом Хамуль играет очень и очень неплохо. Но вот... Да, победа Гнома против эльфа. Это эпик, я считаю. Причем всю дорогу, как вы видели, было преимущество. Ну что ж, нас ждет карта номер 3. Мортонт, Уолей. И опять Смоук против Хамуля. Не могу сказать вам точно, за кого я там болею. Потому что... Оба игрока рукасты. Но Смоук, победа за Гнома против эльфа. Это... Это круто. Это очень сложно. Это очень круто. Итак, вот она у нас карта. Насыщенные цвета. Хорошие насыщенные цвета. Какое-то древнее здание. Слева сверху фиолетовый Изенгардец. Хамуль. Справа снизу желтый... Нет, простите, желтый. Белый Ангамарец. Мистер Смоук. Опять цвет, который я не буду видеть нормально на мини-карте. Карту эту мы еще не видели. У нас здесь такое небольшое ущелье. Она относительно маленькая. Но зато с переходами вверх-вниз. Справа сверху Ина, слева снизу Ина, Лейры, Лейры. Да, больше ничего. Козочки. Козочки, паучки. Обычные пизданские радости. Сразу открытие от Смоука в... В барак открытие в рукпит от мистера Хамуля. Мистера Хамуля. От Хамуля. И сразу обычный рук Хая строится. В этот раз вынужден болеть за Смоука. Хотя, не знаю. Ну, потому что он Ангамарец. Я должен за него болеть. Иначе это будет нечестно. Эх. Ну, потому что я же болею обычно за Ангамар. Значит, надо болеть за Смоук в этот раз. Прости, Хамуль. Прости. Прости нас. Кого нас? Нас Николая Второго. За развал Российской империи. Безусловно. Автоп. Ну, посмотрим. Сейчас увидим. Гудабанские орки строятся. Еще один траллмастер. Первый рук Хая вышли. В принципе, гудабанцам в лоб с рук Хами. Конечно, бандаться вообще не след. Надо аккуратненько все делать. Слушайте, красивая карта. Прямо мне нравится, как тут сделана трава. Хотя при приближении видно, насколько хреновая здесь текстура. Ну, вот издалека прям красиво. Нет? Не ошибаюсь? Разворачивается что-то. Гудабанец домой, видимо. Считает, что топористы подождаться. Да, вешается полтинник. Давайте, кстати, заодно посмотрим. Полтинник взял Азенгард. Полтинник взял Ангмарец. Азенгард свой пока не использовал. Отступает он. Заставляя противника тратить время. Сам дополнительно ставит Фурнаки. И два мяча у нас здесь есть. Напоминаю, что счет 2-0 в пользу как раз белого игрока. В пользу Мистера Смока. Это БО-3. И мы сейчас увидим, сможет ли Хамуль камбэчнуть или нет. Топористы выходят. Игры очень близкие. Ну, вот кроме, наверное, предыдущей карты. Первая карта была очень близкая. Вторая была, конечно, вроде бы эльф против гнома должен тащить. Но нет, не вышло. Закладывается второй барак. Гудабан загоняют Рукхаев. Рукхаев пытается что-нибудь сделать. Рукхаев на полтиннике. У них все хорошо. Зато посмотрим, успеет ли... Не, кстати, успеют. Минус 2 минки будут точно. Минус 1 минка. Минус 2 минка. Ставится троллятня, которую прекрасно видит. Это не второй барак, я прошу прощения. Это была троллятня, которую прекрасно увидел. У нас товарищ Хамуль. Такое ощущение, что сейчас попытка в конницу поиграть. Но, в принципе, Хамуль это видел. В принципе, он может, да, вот фалангу он уже строит. Я не думаю, что у него такие большие проблемы будут. Восстанавливается Милка. Что здесь? Топористы, топористы. Берег левый, берег правый. Мечники такие один отряд даже спасаются. Что, само по себе, уже хорошо. Так. Побежали. Там лошадь спасается от этой толпы непонятно кого. Что у нас в итоге здесь? Будет паучница, фу, паучница, конница, волчница. Волчинцы, да, вдруг? Нет, гудаманские орки. Ну, пока денег, видимо, не хватает. Давайте их заодно проверим. Что у нас здесь? 136 на 350 от Эзингарда. 270 на 300 от Ангмара. Ну, у Эзингарда ситуация непростая, конечно. Потому что войска дорогие. И надо очень бережно по всему этому относиться. Но дополнительные войска постепенно пополнят армию Эзингарда. И уже Ангмарцу будет не смешно. Потому что Ангмара пока что гопша. Самая сильная сторона его армии в данный момент топористы. Которые вносят довольно большой дамаг. При условии, что до них никто не добегает. Так, ну тут милки уже ставятся в полный рост. Что-то я не понял. Он поставил троллятню. И греет, но не греет. Волков не строит. Зачем построил? Волчицу тоже. Ну, видимо, денег сейчас не очень хватает. Вот одинокий мечник. Начинается драк. Абсолютно вешается пол... Ой, хороший ополтинник вешается на большую часть армии Ангмара. Попытка забрать Фурнаку. Попытка будет удачной. Минус Фурнака. Начинается гонение на Эзингард. Очень, очень жестко действует. Смог вешается. Полтинник уже на Эзингардца. Эзингардца. Разворачивается, понимаешь. В общем, при равной ситуации, конечно, Ангмарская пехота ни черта не может противопоставить Эзингардской. Сваливает отсюда Мистер Смоук. Хамуль атакует, да. Хамуль контратакует. В принципе, в итоге потеря одной Фурнаки. Ну, так. Урадурские копья идут на пауков. Волки строятся. Окей. Еще троллмастера. Будем делать. Нет топористов. В итоге оба потратили полтинник, по сути, ни во что. 282 на 400. Эзингард. 329 на 400. Тоже, в общем, 2 почти. Ангмар. Ставится в Роговятне. Пауки попадают под раздачу. Ух. Фаланги немножко. Очень большая армия Ангмара. Я в таких ситуациях вообще стараюсь выйти на какую-нибудь АОЕ. Но это на некоторых стадиях, конечно же, просто физически тяжело. Ну или тогда встречать такая машина очень хорошо встречается в узком месте. С этой армией побольше. Если бы посильнее от воюнита. То в узком месте такую армию встретить любо дорого. Но тут топористая. Поэтому в узком месте Ангмарец тоже будет себя чувствовать неплохо. Внимание вопрос. Что делать? Ох. Бороться с коррупцией, наверное. Не знаю. Ну а почему, собственно, 400 рублей за подразделение? Что за фигня? Это наверняка кто-то распиливает, так сказать, бюджет Эсингарда. Сурману стоит присмотреться. Сурман, уходи. Импичмент Сурману. Окей, ладно. Да, так. Хорошая раздача. Хорош. Атака пошла или нет? Ну что? Эсингард будет атаковать. Волки бегут. Еще роду урцы. Эсингард вроде хомут подприжал. Но тут армия просто очень большая. Вот сейчас очень интересно. С одной стороны, вот, с одной стороны, мы понимаем, что почти ничего не происходит. Вроде бы. Но на самом деле, вот эти пляски и нащупывание слабых мест, за ними следить не менее интересно. Чем за драками. Подвоем варги пытаются что-то похрысть. Еще одни варги тоже могут что-нибудь похрысть подвоем. Отлично. Волки тоже побежали. Ну что? Под спайками. Начинается драка с волками между волков. Волков сильно больше. Но минус милка сделал. Минус две милки. Так. Пытка. Ой-ой-ой. Ой. Ну куда она, троллята? Увлекся немножко, по-моему, хамуль. Все, выйдем. Армию. На севере у нас, получается, дощупались до минус фурнаки. Но надо как-то встречать. Арбалеты. Четыре очка. Три шестьдесят три на четыреста пятьдесят у Эзенгарда. Четыреста семь на пятьсот двадцать пять. И четыре очка у Ангмара. Минус еще одна фурнака. Да, экономика Эзенгарда терпит бедствие. Пока еще не крушение, но уже бедствие. Довольно жирная армия. Рукхаев вбегает. Строитель спасается. Восстанавливается фурнака. Так. Тут собачьи бои. Или собачьи бега, я уж не знаю. Здесь дополнительная армия. Второй барак. Выход в Анг... Да, выход еще в Нуменор уйдет. От смолока. Хамуль дома отбивается. Хороший минус еще одна фурнака. Выбегает в двухсерденцев. Хамуля. Здесь героев Ангмара, по-моему, еще нет. Уходим. Да, уходят, уходят, уходят. Травмастера. Первого уровня. Тут второго. Ну, надо выходить, да. В Нуменор. Но... Что у нас по деньгам получается? 4,63, 3,75. Уверлимит у Изингарда из-за потери фурнака. Это будет какое-то время еще. Все на армию не пополнит. И полтинник работает. Здесь... Ветерок себе взял. И 339 на 525 у Ангмара. У Ангмара, конечно, ситуация лучше. Да, первые черные Нуменорцы сделаны. С черными Нуменорцами можно уже попадаться уже в рукопашную с Изингардом. Главное их дождаться. Изингард выходит в лоб. Ну, ему там еще волков надо остановить, на самом деле. Арбалет попадает под раздачу немножечко. Да, надо уходить домой. Так. Черный Нуменор выходит. Нет. Оставшиеся арбалетчики уживают. Исполкновение пошло. Хороший весер. Все перемешалось. Полтинник. Зато на всю армию вешается полтинник. Бегание волков в центр не дает. Да. Ну, копи встали сразу в ежики. Поэтому, на самом деле, непонятно, сделали Ангмарец себе лучше или хуже. Но его тут сильно больше. Плюс с черными Нуменорцами в рукопашную есть шансы хорошие. Топористы вносим знатный урон. Полтинник кидается. Да, это развал Изингарда. Лурть тут ни черта не сделает, к сожалению. Уходит. Лурть погибает. О-о-о. Тут еще и Хвалдар бегает. Да выделись-то. Да, примерно. Да, ребята. Это довольно неприятный момент для мистера Хамуля. Смог вот тащит. Сейчас вот очень хорошо втащил. Ветерок был прям в кассу. Несмотря на то, что в итоге Изингард встал полностью там нормально, встал в козу. Ой, что ж такое-то. Серьезно. Хвостом параладурским копьем. Ну, минорцы живы. Ну, да. Это 3-0, скорее всего. Знаете. Слишком мало здесь осталось Изингарда. И лимит не тот. Волки преследуют. Волки сжирают варгов. Еще одна враговятня. Варговница. Варговница выбегает. Влетает прямо в копья. Хотя копья не успели встать. Поэтому не так все страшно. Но второе успели. Попытка идти похарасить. Еще варговница. Еще пехота восстанавливается. Тут уже по потоку. Вот, пожалуйста, просто идет по потоку армия. Так, будет ли у нас заказано? Тралмастера. Ни черный номинор. Мясо пытается заварить. И, походу, мистер Сноук это выйдет. Вы знаете. Там черный номинорцы все еще живо развлекаются. Дебаф птичками. К сожалению, не сильно он сейчас поможет. Ни черный номинорцы разваливают. Просто в хлам все, что под рук попадется. Сейчас их опрокидывают. Ну, они прочные очень. Замечает призыв святого духа. На арбалеты. Хорошо влет. В топористов. Приходит руадурцы. Все. Хамуль сдался. Красиво. Красиво. Красивая игра. Мне понравилась. Ну, что ж. Со счетом 3-0. Сноук становится первым финалистом сетки профессионалов. С чем мы его и поздравляем. Очень уверенная победа. Ну, а Хамульу желаем удачи в драке за третье место, я так понимаю. Молодцы оба. Очень красивые игры. Огромное спасибо. Ну, а с вами был Кочевник. Если понравилось видео, поставьте лайк. Не понравилось – дизлайк. Не забудьте прокомментировать. И ждите следующих видео в ближайшее время. Всем спасибо. Всем пока.